Сегодня только гора досок и разорванные листы меню говорят о том, что на этом месте стояла одна из многочисленных шашлычных. Земельный участок, на котором она находилась, по документам значился как место массового отдыха. Но вместо лежаков, душевых и раздевалок для отдыхающих субарендатор построил кафе. В декабре 2016 года прокуратура советского района провела проверку, по результатам которой вынесла постановление снести незаконно возведенный объект. Здесь было возведено кафе общественного питания, которое осуществляло предпринимательскую деятельность, то есть извлекало прибыль путем предоставления услуг в сфере общественного питания, что не соответствует целевому назначению этого земельного участка. На Шамаре вся прибрежная полоса буквально усыпана шашлычными. Однако не все они построены незаконно. Возводить на участке пляжа здания и сооружения, осуществлять их перестройку и леснос, разрешать строительство на своем участке другим лицам может только собственник земельного участка. В случае с кафе «Богема» именно субарендатор нарушил условия договора с собственником. Что вызывает особенное беспокойство надзорных органов, это то, что расстояние между зданиями не соответствует технике пожарной безопасности. Оно должно составлять не менее 6 метров. Здесь, как мы видим, это не соблюдается. Снести кафе самостоятельно ответчик не пожелал. Более того, почти год игнорировал требования суда, поэтому для демонтажа пришлось прибегать к помощи судебных приставов. Есть ли еще на территории Шамары какие-то точки, которые будут снесены? Есть такие болевые еще точки на Шамаре? Остались? По поводу сноса я вам, скажем, напрямую не могу сказать, поскольку это должно быть закреплено судебным решением, вступившим в законную силу. Но такие объекты имеются, которые не соответствуют целевому назначению, прописанному в договоре аренды. В свою очередь надзорные органы предупреждают субарендаторов узнать, к какой категории земель относится участок и каково его целевое назначение можно заранее, еще до заключения договора с собственником. Для этого существует государственный кадастр недвижимости. А на месте бывшей богемы уже этим летом может появиться новый пляжный участок. Светлана Садовая, Дмитрий Сухоруков. Новости на Восьмом.